Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. У меня поступил запрос рассказать, да кто же это такой андролог. Вот у меня написано, что я уролог, андролог, сексолог, венеролог. У меня есть действующие сертификаты по всем этим специальностям. Я практикую как специалист именно во всех этих специальностях. И встает вопрос, чем же я таки занимаюсь. Ну, сексолог, понятно, что ничего не понятно. Венеролог, понятно, что это про сифилис. Уролог, понятно, что это простатит. А андролог-то это что такое? Вот сейчас я вам расскажу сильно про андролога и вкратце про всех остальных, чтобы вы понимали, в чем разница. Итак, начнем с самого непонятного. Чем занимается сексолог? Сексолог решает сексологические проблемы, то есть проблемы сексуального взаимодействия у человека с его партнерами или самим собой. Как правило, у мужчин это трендовые проблемы эрекция, контроль длительности полового акта и уровень влечения у женщин. Это хочуха-нехочуха, аноргазмия, снижение сексуального ответа на инициативу партнера и болезненность во время и после полового акта, болезненность и дискомфорт. Уролог занимается тем, что лечит болезни мочеполовой сферы, то есть это синдром хронической тазовой боли, симптомы нижних мочевых путей, дискомфорт, учащение мочи, спускание, выделение из канала, высыпание на головки, циститы. Уролог также занимается остальными заболеваниями предстательной железы. Самая распространенная из них, например, доброкачественная гиперплазия предстательной железы или, как ее называют в народе, аденома, это мочекаменная болезнь, это пилы, нефриты. Вот это такой самый распространенный набор урологических заболеваний, который встречается на приеме у уролога. Все остальные случаи, травмы, онкологии и так далее, это, как правило, к стационарным урологам, и на приеме у меня таких пациентов нет. Венеролог – это не только сифилис и не только венерические болезни, но и весь комплекс инфекций, придаваемых по-моему путем, болезни, которых они вызывают и осложнений, которых они вызывают. И, наконец, о Господи, наконец мы коснулись святая святых моего приема, самой таинственной ее части – это андролог, андрологический аспект. Так чем же занимается на приеме андролог? Друзья мои, все лукавство и вся интрига состоит в том, что андролог – это уролог. То есть андрология – это раздел урологии, точно так же, как, допустим, микология – раздел дерматовенерологии. То есть специалист, который занимается болезнями грибковыми ногтей и кожи, это дерматовенеролог, но у него есть узкая специализация, он занимается грибком. Вот точно так же в урологии есть андролог, который занимается только андрологическими заболеваниями. На самой первой московской урологической школе Дмитрий Юрьевич Пушкарь, наш учитель, так сказать, сказал, что хорошо было бы, если бы, наконец, каждый занимался своим делом. И это правда. Несмотря на то, что у нас сертификат уролога, то есть мы все являемся урологами, каждый из нас занимается своим делом. Я, например, не занимаюсь онкологией, я не занимаюсь мочекаменными болезнями. И, в принципе, я практически не занимаюсь почкой. И, безусловно, стационарные урологи, которые занимаются заболеваниями верхних мочеводящих путей в почке, которые у нас имеются в виду, пилы, нефриты, те же камни и так далее, они, безусловно, в этих проблемах разбираются лучше, чем я. Но я не думаю, что они также хорошо занимаются диагностикой, ведением, лечением пациентов с андрологическими проблемами. Точно так же, как и в стационаре существует определенное разделение, то есть те, кто занимаются травмой почки, они не занимаются, например, микрохирургическими операциями на половом члене. И наоборот, даже внутри стационарных урологов есть определенное разграничение полномочий. Итак, что же такое андрология? То есть тот раздел урологии, которым занимаюсь я. Андрология бывает амбулаторная и бывает хирургическая, стационарная. Я занимаюсь амбулаторной, я не делаю операций. И проблемы, которые я решаю у пациентов, это проблемы мужского бесплодия, это проблемы хронических воспалительных заболеваний, мочеполовых путей имеется в виду простатиты, архиты, уретриты и так далее. Это проблемы нарушения эрекции и полового влечения, это возрастные андроген-дефициты или возрастное снижение тестостерона. Вот это вот самые распространенные трендовые проблемы в андрологии, которые встречаются у меня на приеме. Есть еще варикоцели, операции по поводу варикоцели, операции по поводу болезни пирании, всевозможные пластики, полового члена, пластики, уздечки, обрезания и так далее. Этим тоже занимаются специалисты, которые называют себя андрологами, то есть у них есть определенный набор знаний, специализация и документ, подтверждающий, что они являются андрологами, но они еще и оперируют. Я не оперирую, поэтому этими вопросами я не занимаюсь, но я отправляю пациентов с такими проблемами к своим коллегам, которые эффективно решают эти проблемы, то есть мы работаем в тандеме с хирургами. Друзья мои, я надеюсь, я в этом видео очень подробно осветила все свои могучие специализации, все, чем я занимаюсь, поэтому если у вас есть ко мне лично, как к врачу, какие-то вопросы, желание пройти консультацию, добро пожаловать, проходите на мой сайт, читайте условия приема, звоните моему администратору и, соответственно, посещайте меня, и будем с вами все здоровы. А теперь пока!